С вами Николай Пименко в проекте Дата. 23 июля. Всемирный день китов и дельфинов. Праздник учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия после двухвекового беспощадного истребления вводит запрет на китовый промысел, а также на торговлю китовым мясом. Кстати, есть еще одна дата для проведения подобных мероприятий. Всемирный день китов и дельфинов в феврале, когда отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих. У родившихся 23 июля 1792 год в этот мир приходит Петр Вяземский, князь, русский поэт, литературный критик, академик. Сочувствовал идеям декабристов, как его называли «декабрист без декабря». Когда газета позабудет, людей морочит без стыда. Суббота отрицать не будет, того, что скажет середа. Когда? Когда? 1884 год. В этот мир приходит Альберт Орнер, один из четырех братьев-основателей голливудской кинокомпании Орнер Бразерс. Он был казначеем и главой отдела продаж и распространения фильмов. Старший брат Гарри был президентом компании, а младший, Сэм и Джек, руководили студией. Начинали братья показом первых фильмов, переезжая с места на место, но вскоре понимают, что кино важнейшее из всех искусств и приобретают кинотеатры, создают сеть кинопроката, а с 1913 года продюсируют собственные фильмы. Еще через 10 лет создают собственную кинокомпанию. В 1927 киностудия выпускает первый звуковой фильм, а в начале 30-х годов она уже выпускала до 100 фильмов в год. Ей принадлежали 360 кинотеатров в Америке и почти 400 за рубежом. В 1915 году родился Михаил Матусовский, поэт, автор популярных песен, лауреат Госпремии СССР. И вы его точно знаете, хотя бы по словам вот этой песни. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Лев Ашанин родился в 1915, русский поэт, автор песен о тревожной молодости, гимна демократической молодежи и, конечно же, издалека долго течет река Волга. В 1931 году родился Виктор Корчной, международный гроссмейстер, четырехкратный чемпион страны. Дважды в матчах с Анатолием Карповым оспаривал мировую корону. Покинув СССР, поселился в Швейцарии. Ему принадлежат всемыслимые рекорды шахматного долголетия. В 1946 году родился Александр Кайдановский, актер и режиссер. В 1973 году Моника Левински, американка, которая вызвала настоящий секс-скандал, едва не приведший к импичменту президента США Билла Клинтона. Событие дня. 23 июля 1881 год. На конгрессе в Льеже была создана Европейская гимнастическая ассоциация, которая объединила представителей трех государств – Бельгии, Нидерландов и, естественно, Франции. Таким образом, ФИЖ – старейшая международная спортивная федерация. Постепенно география стран-членов ширилась, и Европейская гимнастическая ассоциация реорганизовалась в Международную федерацию гимнастики, с которой у нас не всегда все хорошо получается. 1952 год. В Египте происходит военный переворот, в результате которого свергнут режим короля повесы Фарука I. Он отрекся от престола в пользу своего семимесячного сына Ахмеда Фуада II. Годом позже Египет провозглашен республикой, а весной 1954 года его президентом становится руководитель переворота – полковник Гамаль Абдель Нассер, лидер арабской нации, который берет курс на искоренение англо-американского господства на Среднем и Ближнем Востоке, ну и, естественно, начинает дружить с Советским Союзом. 1959 год. Визит вице-президента США Никсона в СССР. Он проходит по 1 августа. Официальная цель приезда – открытие американской национальной выставки «Промышленная продукция США». Там, в выставочном центре парка «Сокольники», состоялись его знаменитые кухонные дебаты с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Стоя у модели обычной американской кухни с холодильником и посудомоечной машиной, лидеры затеяли спор о том, что лучше – капитализм или коммунизм. В этот момент советского лидера и угостили стаканчиком Пепси. Только в первый день открытия 25 июля 1959 года в «Сокольниках» побывали 75 тысяч человек, а всего за шесть недель – почти 3 миллиона посетителей. В ходе визита Никсон посещает несколько советских предприятий в разных городах, среди которых Ленинград и Свердловск. 1991 год. Газета «Советская Россия» публикует «Слово к народу». Писатели Бондарев, Распутин, Проханов, генералы Вареников и Громов, секретарь ЦК КПСС РСФСР Зюганов, аграрий Василий Стародубцев, военно-промышленник Тизяков, певица Зыкина, скульптор Клыков, доктор философии Володин. Все они являются идеологической основой путчика ГКЧП. Писатель Виктор Астафьев откликнется так – «Не верьте ни единому их слову». 1999 год. С космодрома на мысе Канаверала во Флориде в очередной раз стартовал космический челнок «Коламбия». В операции по выведению спутника первый раз за всю историю кораблем командовала женщина. полковник авиации Эйлин Коллинз. Для самой «Коламбии» этот 26-й старт станет предпоследним. 2002 год. Ученые получают подтверждение одной из самых загадочных легенд о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весит он четверть тонны, а длина его щупальцев превышает 15 метров. Ну и последнее. В 1878 году в этот день в Англии принят закон об автомобилях, тогда еще паровых. Пешеходам предписывалось находиться на расстоянии 18 метров от транспортных средств, средняя скорость которых составляла, ой-ой-ой, 17 километров в час. В 1885 году закон ужесточают, и это расстояние увеличивается втрое, до 55 метров. Мало того, впереди опасного парового чудища обязательно должен идти специальный человек с красным флажком, чтобы успеть вовремя предупредить пешеходов. Пропустите нас! Ну а современный человек, судя по всему, скоро будет идти уже в хвосте автомобиля, ибо у последнего рано или поздно появится искусственный интеллект, и средство передвижения просто откажется от наших с вами услуг. Все течет, и все меняется. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».